Всем привет! Меня зовут Влад. Приветствую вас на блоге студии компьютерной графики Pulsar. Сегодня мы с вами продолжаем тему видео уроков. Урок будет по программе EON Fusion, программе для композа. И сегодня я вам расскажу о том, как можно более-менее симпатично обработать картиночку с интерьером. Давайте посмотрим, что у меня есть. У меня есть вот такая вот картиночка. Я нажму сейчас на циферку 1 на клавиатуре, чтобы вывести на левый экран. Вот у меня такая картиночка есть. Ее нужно в какой-то более-менее красивый вид привести. Нужно мне какую-то постобработку провести. И первое, наверное, что мы с вами сделаем. Во-первых, мы уберем с вами здесь кислотный засвет. Он не очень красивый, нужно вести более холодный тон. Во-вторых, мы добавим с вами эффект свечения около окна. Потому что очевидно, что картиночка у нас сильно засвечена в левой части. И последний эффект, который я вам покажу, это эффект хроматических аберраций. Ну, что-то такое я вам, опять же, расскажу чуть попозже во время урока. Ну, поехали. Во-первых, как я уже говорил, мы с вами проведем цветокоррекцию. Однако, прежде чем ее делать, мне нужно добавить слой Ampian Occlusion. То есть там, где добавятся у нас тени, выделяющие маленькие объекты. Вот, картиночка Ampian Occlusion у меня уже готова. Давайте я вам покажу. Выведу на правый экран. Вот-вот такая у меня картиночка с Ampian Occlusion есть. Нам нужно ее соединить. Соединяем мы с помощью ноды Merge. Чтобы она у нас автоматически создалась, мы берем у Ampian Occlusion за красненький квадратик. И тащим к красненькому квадратику нашего изображения. Автоматически выявляется нода Merge. У которой последнее, что осталось сделать, это выбрать способ наложения не Normal, а Multiply. Вот, собственно, на правой картиночке вот это все хозяйство выведем. Посмотрим, что вот эти вот тени черненькие, да, которые выявляют наши детальки, появились. Вот, замечательный, совершенный эффект. Вот, очень полезный. Очень рекомендую его использовать. Вот, однако, что могу сказать по поводу этого? То, что слишком темные края, слишком темные тени, они не очень симпатичны. Чтобы их каким-то образом ослабить, я предлагаю ползунок Blend чуть-чуть влево увести. Да, к примеру, это будет 0.5. Вот. Чуть более светлые здесь тени стали, да, то есть детали у нас остались выявлены. Вот, однако, картиночка стала более реалистичной. Вот, ну, поехали. Все, цветокоррекция. Значит, как она у нас происходит? Мы выбираем ноду Merge, в которой мы должны провести цветокоррекцию, да, то есть почту двигаемся слева направо. Вот, и добавляем ноду Color Corrector. То есть я просто с убранным Merge нажимаю вот сюда вот. У меня добавляется автоматически нода Color Correct. Вот, и что мы с ней будем делать? Давайте я выведу на левый экран. Ну, вот. Мне нужно вот этот вот яркий засвет вывести в более холодный тон. Как это мы можем сделать? Color Correct позволяет анализировать нашу картиночку, выявлять яркие, там, темные места. Вот, и их уводить в различные, там, тона. Соответственно, нажимаем здесь вот Highlights у ноды Color Correct. Нажимаем Highlights, и теперь мы можем контролировать только яркие участки нашей картиночки. Вот, по вот этому кружочку цветовому мы все это хозяйство выводим в холодный тон, вот такой вот голубенький. Вот, скорее всего, как-то вот так вот. Соответственно, картиночка стала более прохладной такой, более реалистичной, потому что в жизни вы никогда не увидите такого яркого кислотного засвета. Вот. Однако у нас пропало такое вот летнее настроение, которое было здесь. Как мы его мы с вами можем вернуть? Возвращаемся к настройке цветов мастера. То есть, все картинки вместе. Не только ярких участков, а все картинки целиком. Вот, и уведем ее тон чуть-чуть вот сюда вот в желтый цвет. Вот, соответственно, у нас картиночка снова оживилась. Предлагаю еще немножечко вытянуть отсюда, вместо темного сделать посветлее. Соответственно, за это отвечает у нас контраст. Я его немножечко сюда вот уведу, влево, да, осветлю правую часть картинки. Ну вот, замечательная картинка получилась. А с ней дальше будем работать. И дальше я вам говорил, что мы будем добавлять эффект свечения вот сюда вот на окно. Вот, чтобы нам с вами его добавить, нам нужно как раз яркие участки выявить на изображении. Вот, и для этого нам нужно добавить ноду LumaCare. Мы ее добавляем, соединяем. Напоминаю, что можно соединить просто потащив за красненький квадратик к названию ноды. Соединяем, выводим пример на правый экран. Что у нас делает LumaCare? Он у нас анализирует осветленность каждого пикселя. Соответственно, чем пиксель ярче, тем, скажем, бледнее у нас альфа-канал этой картиночки. То есть, темные участки у нас будут прозрачными, яркие участки у нас прозрачными не будут. Вот, и нам, соответственно, не нужно всю эту картиночку осветлять. Нам нужно осветлить только вот этот вот участочек левый. Соответственно, мы берем и дергаем мат-контраст, да, вот в левую сторону. У нас остается засвеченным, точнее, ярким, беленьким, непрозрачным, остается только яркие участки. Вот, и теперь к нему уже будем добавлять эффект свечения. Нажимаем правой кнопочкой мышки, добавляем эффект Blur, Soft Glow. Вот, опять же, соединяем все это хозяйство с вами. И выводим, опять же, давайте на правый монитор. Видим, что у нас Soft Glow применился, однако эффект слишком резкий. То есть, если мы сейчас картиночку с вами соединим, вот так вот, да, у нас опять же через ноду Merge, мы увидим, что здесь свечение, ну, какое-то не совсем реалистичное, да, оно у нас взрывает буквально, опять же, левую часть картинки. Вот, я предлагаю сделать следующую вещь. Мы возьмем ноду Soft Glow и размер свечения мы ведем максимально вправо, чтобы свечение было, скажем, таким, ну, большим, размытым. Вот, таким же образом у нас покажется, будто здесь чуть запаленное участок комнаты. Вот, ну, и опять же, у нас эффект свечения, он у нас белый. Это не шибко привлекательно, опять же, хочется какого-то летнего настроения. Что мы можем делать? Мы открываем здесь вот вкладочку Color Scale. Вот. И красный цвет чуть-чуть вводим вправо. Red Scale. Вот, давайте, ходыщ. И у нас вот такой вот замечательный, красненький такой блик появился. Прекрасное летнее настроение. Можно даже, наверное, green увести, но думаю, green лучше не уводить. Ну, хотя бы, вот чуть-чуть совсем, чтобы был такой желтый урел. Прекрасно. Теперь мне эффект Glow очень нравится. Вот. Соответственно, говорят, такая картиночка у нас появляется. Последнее, что я хотел вам показать, это то, как добавить эффект хроматических аберраций. Что это такое? Давайте сразу же покажу на примере. Вот. Для того, чтобы добавить этот эффект, нам нужно провести небольшую манипуляцию с помощью плагинов Crocodile. Вот так вот они у нас пишутся. Можете в гугле набрать. Или прямо вот в статье на блоге на нашем сайте вы можете скопировать название. Я его напишу. Вот. Наберете в гугле, скачаете эти плагины, они лежат в свободном доступе, они бесплатны. Вот. Выбираем плагин Crocodile. Lens Distortion. Выбираем и, соответственно, соединяем. Что у нас происходит после Lens Distortion? У нас появляется эффект такого рыблевого глаза. Соответственно, края картиночки у нас раскукоживаются каким-то образом. Вот. Нам такой сильный эффект не нужен. Да, вот мы видим, что можно приличным образом скукожить и раскукоживать картиночку. Нам нужен эффект с численными значениями порядка одной сотой. То есть, 0, 0, 1 я пишу с каждой стороны. То есть, кап 1, кап 2 у нас будет по 0, 0, 1. Вот. А Lens Distortion у нас готов. Теперь мы должны добавить channel booleans. Выбираем здесь эффект channel booleans. Вытаскиваем вот сюда вот. Соединяем ноду Merge с зелененьким входом. Зелененький вход у нас отвечает за передний план ноды channel booleans. Lens Distortion включаем в желтенький треугольничек вот сюда. Соответственно, задний фон. То есть, если мы сейчас посмотрим результат действия channel booleans, у нас передним покажется результат ноды Merge. То есть, Lens Distortion лежит где-то там внутри, внизу, да, картиночки. Вот. Однако, из Lens Distortion нам нужно вытянуть красный канал. Канал красного цвета. Как-то мы это сделаем. Мы выбираем channel booleans. И вот здесь вот в списочке. To Red. Сейчас стоит Red Foreground. То есть, Red переднего канала. Выбираем Red Background. Соответственно, красный канал заднего цвета. И давайте посмотрим, что же за эффект у нас появился. У нас появилось расслаивание цветов. Вот такое прекрасное. Замечательное совершенно расслаивание. Ну вот. Однако. В реальном нашем мире, физически корректном, да. Вот такой вот эффект расслаивания цветов появляется только ближе к краям изображения. Чтобы нам с вами этого эффекта добиться. Мы должны добавить маску к ноде Lens Distortion. Чтобы эту самую маску добавить. Мы с вами убираем Lens Distortion. Так, на правом мониторе должна быть. Ну, собственно, на правой картиночке. Вот. И всегда нажмем на кругленькую маску. Появляется только круглешочек. Вот. Мы его с вами вот таким вот образом раскукоживаем. Вот. Кстати говоря, эту маску можно посмотреть в черно-белом варианте. Просто нажав на нее и выведя на какое-нибудь изображение. Допустим, слева, да. Мы видим, что маска это черно-белое изображение. Соответственно, в белую область у нас эффект, скажем, применяется. А в черную область у нас эффект не задрагивает. Нам нужен совершенно противоположный нынешний результат. Соответственно, у маски нажмем кнопочку Invert. Далее добавляем мягкие края. Вот такие вот. И теперь смотрим на результаты channel booleans. Давайте посмотрим. Мы видим, что у нас в центре изображения, там где у нас был монитор, прослаивания цветов нет. А как только мы уходим ближе к краям изображения, вот у нас уже появляется эффект интересующий. Вот у нас есть. Совершенно потрясающая штука. Очень сильно оживляет картинку. Вот. По крайней мере, мне он очень нравится. Я его довольно часто использую. Однако он требует наличия плагинов крокодав. Потому как в стандартной сборке Fusion, Lens Distortion или аналогично ему, просто-напросто нет. Конечно, можно каким-то образом через частицы, через дисплейс все это хозяйство проводить. Но не шибко это интересно. Проще использоваться, скачав плагин. Естественно, такая классная картиночка у нас получается. Последнее, что можно сделать, наверное, это еще разок провести цветокоррекцию. Уже, там, к примеру, снова уведя в более желтые тона, да, такие летние. Вот, желтенький, желтенький, желтенький цвет. Вот. Ну вот, теперь мне картинка очень нравится. Однако слишком яркий засвет. Засвет можно чуть-чуть убрать. Убавить, точнее говоря, выбрав ноду Soft Glow. И понизив параметр Gain у него. Вот, чуть-чуть понизим. Все. Прекрасно. Я думаю, на этом урок можно закончить. Всем спасибо за внимание. Напоминаю, что урок был создан специально для блога студии компьютерной графики Pulsar. Меня зовут Влад. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok